Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Чтобы не отапливать улицу, власти рассказали, когда батареи в домах барнаульцев станут холодными. В преддверии Пасхи во сколько обойдутся куличи и яйца – главные символы праздника. Они слишком рано ушли из жизни. В барнауле высадили деревья в память о погибших детях. МЧС региона предупреждает, по данным синоптиков, высокая пожароопасность сохранится в северных районах края вплоть до 6 мая. К примеру, в Шилоболихинском районе прогнозируется четвертый класс горимости. В регионе уже введен особый противопожарный режим, который запрещает сжигать сухую траву и разводить костры, в том числе в садоводствах и лесах. Чтобы еще раз напомнить людям о правилах поведения в такой период, спасатели проводят рейды и раздают памятки. Инспекторы пожарного надзора Центрального района Барнаула на днях обошли местные садоводства. Основные рекомендации пожарных населению – внимательно относиться к любому использованию электричества или огня в быту. В случае пожара необходимо звонить по номерам 112 или 101. Отопление в Барнауле могут отключить 7 мая. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре городской администрации. При этом добавили, окончательное решение будет принято исходя из погодных условий. Примечательно, что сами горожане возможное отключение отопления уже на следующей неделе восприняли неоднозначно. Это показали результаты опроса, который в своем телеграм-канале запустила компания СГК. Почти 40% потребителей из числа голосовавших посчитали, что подачу тепла уже пора бы перекрыть. Другие 60% наоборот полагают, что отключать отопление еще рано, стоит переждать неустойчивый погодом. Между тем, в прошлые годы батареи в квартирах становились холодными 4 и 5 мая. Завершается строительство премиального горнолыжного курорта в Белокурихе «Горный». Это один из инвестпроектов высокой степени готовности и первый в крае умный курорт. В основе его концепции – инновационное оздоровление. Об этом, а также о развитии Белокурихе-2 в целом смотрите в материале Елены Макаренко. Это наш главный корпус. Расположен он у нас на высоте 700 метров над уровнем моря. Номерной фонд в нем представлен, конференц-залы, медицинский центр и спа-центр. На территории в 14 гектаров, что занимает санаторный комплекс, практически готова вся инфраструктура. Помимо основного отеля, на выбор отдыхающих – 20 вилл из цельного красноярского кедра. Натуральное дерево, вкусный запах – часть идеи проекта. В ее основе – оздоровление с помощью синтеза природы и высоких технологий. О них руководство курорта «Алтай-Рестарт» рассказало депутату Госдумы во время его рабочего визита. Будет и биоимбедансметрия, это для того, чтобы подобрать непосредственно уже детокс-меню с диетологом совместно. Превентологу достаточно большое количество, варокамеры, капсулы. Поэтому будем стараться оздоравливать людей, не лечить, а оздоравливать. Все возможные виды массажей ванн, инновационные методики антивозрастной медицины – первая в регионе Крио-клиника для терапии холода. Комплекс превентивной медицины готов уже на 90%. Во всех зданиях осталось доделать внутреннюю отделку и можно устанавливать оборудование и мебель. Она дизайнерская, стилистически разная. Мы решили разделить здесь потоки и детокс, дабы поддержать психологически этих гостей, мы решили выделить их отдельно. В двух километрах от комплекса находится гора Глухариная. При содействии Криевой власти к ней построена дорога, но нужно еще установить современный канатно-кресельный подъемник мощностью более тысячи человек в час. Это инфраструктура перед горой. Мы находимся совсем в другой стороне. Здесь получается ресторан, прокат, то есть это инфраструктура возле горы. Все оборудование для канатки, как и для здания пятизвездочного курорта, закуплено. По словам представителей инвестора, это будет первый умный курорт на Алтае. Человек заехал сюда, на ресепшене администратор нажимает на кнопочку, сразу же идет подогрев полов, комфортная температура. Ну не только подогрев полов, но и кондиционирование. То есть все включается, ну грубо говоря, вплоть до кофемашины. В строительство только этого комплекса вложены миллиарды рублей. Всего же в Белокурихе-Горной свои проекты реализует сегодня 10 инвесторов. Уже работает комплекс «Олимп-парк» – детище самого первого резидента туркластера. Действует горнолыжный курорт «Мишина-гора» – проект компании «Курорт Белокуриха». Еще шесть инвесторов намерены построить трех-четырехзвездочные комплексы. Для развития туркластера проведены все основные магистрали. Месяц назад опыт сотрудничества бизнеса и местной власти приезжала изучать делегации из Калининградской области. А скоро этот вопрос рассмотрят на более высоком уровне. В конце июня на Алтае будет работать комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Мы планируем посетить «Алтай-Рестарт», чтобы изучить опыт взаимодействия всех участников, как пример комплексного развития инвестиционного проекта. Когда туркластер «Белокуриха-Горная» будет реализован полностью, уверены инвесторы, он станет достойной альтернативой зарубежным курортам. Открыть комплекс превентивной медицины надеются в этом году. Но во многом его запуск зависит от содействия бизнесу региональной власти. Елена Макаренко, Андрей Печоркин. День с толком. К другой теме. У жителей села Лебяжье откачали воду с придомового участка после огласки в СМИ. Напомним, о подтопленцах в Лебяжье мы рассказывали на прошлой неделе. Грунтовые воды потопили придомовые участки и зашли в жилые дома. Жители страдали от подтоплений целый месяц. Власти помогали с откачкой воды, но безуспешно. Вода только прибывала. И лишь на прошлой неделе после общественного резонанса власти начали активнее решать проблему. По словам жителей, в селе установили мощную помпу. Уровень воды пошел на спад. Администрацию у нас прямо на следующий день начали откачивать. Установили помпу там ниже по улице. И то есть откачали воду. Уровень воды вот сразу, видно, снизился очень прям сильно. Даже в праздничный день, то есть выходной работали, помпа работала. Но откачка воды – это временная мера, говорят люди. В селе нужно кардинально решать проблему с водоотведением, иначе подтопление продолжится. Жители обратились в прокуратуру, чтобы надзорные органы помогли свести на нет проблему весенних потоплений. Барнаул готовится к встрече Светлого Христового Воскресения. 5 мая православные верующие будут отмечать Пасху. В храмах будут освящать куличи, а ближе к полуночи начнется традиционное празднование. Как барнаульцы готовятся к празднику? Сколько стоит кулич? И какова его средняя стоимость? Если заниматься готовкой самому, выясняла наша съемочная группа. Впереди главное событие года для православных. Верующие готовятся встречать Пасху. На богослужения сходить, пост перед этим идет великий. Вот. И затем уже праздник торжества, торжеств, победа жизни над смертью. Что Господь победил смерть, всем даровал жизнь будущую. Бог, если зажжется пламя это вечное, то все у нас мир будет. Православный праздник. Традиция такая наша, русская. Поэтому и отмечаем. Яйца красим. Как обычно, этот кулич. Утром встаем. Поздравляем друг друга. Яйца, красители для них и термопленка продается в любом магазине. Да и куличи. В торговых сетях большое разнообразие. Они разные по весу, украшению и цене. Стоимость в среднем варьируется от 60 до 300 рублей. Однако большое количество жителей Барнаула планируют испечь главный гастрономический символ Пасхи самостоятельно. Всего это вкуснее. Рецепт у меня очень длинный. У меня смирновский кулич, он там записан. Я все поэтапно смотрю. Но сейчас только проблемы с этими дрожжами мягкими. Не везде они есть сухие. Но там все равно можно обойтись без этого. Но кулич должен быть вкусный, сладкий, сделан своими руками. В магазине это хлеб. Рецептов пасхального кулича тоже много. Например, чтобы испечь традиционный классический, понадобится следующее. Килограмм муки, пол-литра молока, 200 грамм сливочного масла, 300 сахара, 6 яиц, сухие дрожжи, ванильный сахар, соль и, конечно, изюм. По среднему продуктовому ценнику домашний кулич обойдется порядка 300-400 рублей. Но главное делать это с любовью. Любовь. Все с любовью сделано. Я люблю готовить, поэтому классический рецепт дрожжевой, с сливочным маслом, с мукой. Стандартный набор ингредиентов. Глазурь тоже стандартный, белковый крем взбитый с сахарной пудрой. Это вкусно, если это хорошо приготовлено. Ну, не будет вкусно. Если плохо готовить, ну, вообще-то вкусно. Осветить яйца, куличи и пасхальные продукты можно в субботу, 4 мая, после божественной литургии в любом действующем храме Алтайского края. А для тех, кто не успел, такая возможность будет утром, 5 мая, в сам праздник. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, День с толком. Вдохновился историей своей одноклассницы и тоже написал трогательное письмо солдатам. Барнаульский первоклассник Марк собрал посылку для бойца за ленточкой с позывным «Артик». Валентина Аскерова познакомилась с мальчиком, который отправил бойцу душевную весточку с родины. Привет, солдат. Желаю, чтобы ты вернулся домой живым и невредимым. Ученик 5-й гимназии Марк написал письмо солдату Артику. Тому самому, который в апреле этого года отблагодарил ученицу этой же школы Злату за трогательное послание. Военнослужащий 35-й мотострелковой бригады «Алейска» Артик сумел разыскать и подарить девочке мягкую плюшевую игрушку в знак благодарности. Одноклассник Златый Марк вдохновился историей и сегодня тоже шлет привет бойцу. Вместе с Марком посылки собрали и другие ученики школы. В подарочных коробках гигиенические принадлежности, чай, кофе, сладкие наборы и, конечно же, самое ценное для солдат – детские письма. Это очень трогательные слова, которые они пишут в своих письмах. Это очень трогательные подарки и сувениры. Ну, например, одна девочка сегодня приготовила чебурашку. Ну, в знак того, чтобы именно эта игрушка, как символ доброты, стала неким талисманом для бойца. Это очень приятно. Солдаты СВО с нетерпением ждут детские письма. Хранят, словно оберег у самого сердца. Стоит напомнить, что патриотическая акция «Письмо солдату СВО» продолжается. Принять участие может любой желающий. Валентина Аскерова. День с толком. Тем временем в Барнауле уже открыли череду праздничных мероприятий, посвященных предстоящему Дню Победы. Первый тематический концерт «Мы этой памяти верны» организовали сотрудники правоохранительных органов. Песни военных лет прозвучали в исполнении Духового оркестра Краевого управления МЧС Вокального ансамбля Юридического института, сотрудников службы судебных приставов и других органов правопорядка. Все выступающие непрофессиональные артисты, но постарались наполнить мероприятие трогательностью и душевным теплом. По завершению концерта, который длился чуть больше часа, артисты и зрители смогли попробовать кашу из полевой кухни. Порядка 30 кустарников в память о малышах, ушедших из жизни, высадили в изумрудном парке. Сегодня там прошла всероссийская акция «Росток памяти», организованная благотворительным фондом «Свет в руках» и краевым кризисным центром для женщин. Подробнее расскажет моя коллега Мария Костылева. В Барнауле памятная акция проходит второй раз. В прошлом году высадили рябины в сквере химиков. Сегодня в знак памяти и родительской любви мамы и папы рано ушедших из жизни малышей высаживают кустарники дерен. Символично, что каждый год приходит у нас порядка 13-14 семей. Семьи высаживают деревья. Это память о малышах, о потерях, которые произошли у них либо во время беременности, либо малыш родился на свет, но прожил совсем недолгое время. Денис и Марина уже второй год принимают участие в акции. Десять лет назад в их семье случилась трагедия – супруги потеряли дочь. Сегодня в память об ушедшей малышке в изумрудном парке стало на один кустарник больше. Так мне как-то проще, легче память хранить все равно о первой дочке. Все равно сейчас все хорошо, у нас двое сыновей, все замечательно, но тем не менее ту историю я помню и вот такие акции помогают хранить память. И не то что проживать, а отпустить или как-то легче к этому относиться. В качестве символа продолжения жизни можно было высадить не один кустарник. Поэтому некоторые семьи сделали несколько насаждений. На протяжении многих лет люди планируют посещать это место в памятные даты и разделять здесь радостные события. Заботиться о растениях говорят готовы так же, как заботились бы о детях, которых нет рядом. То есть мы сейчас еще находимся в трауре, хотя прошел почти год и мы вот очень рады, что есть такие акции, как росток памяти, что в них можно принять участие, оставить память о своем малыше. Теперь будем приходить, разговаривать, поливать с нашим саженцем. Мы будем сюда приходить, потому что все мы понимаем, что не у нас одних это произошло. И мне очень хочется, чтобы об этой акции многие знали. В кризисном центре рассказывают, принять участие в акции могут не только родители, но и близкие родственники. Растения высаживают по всей России уже шестой год подряд. У каждого родителя своя мотивация и цель, но самое главное – сохранить добрую память о малыше. Мария Костолева, Данил Кузнецов. День с толком. Не ради заработка, а для души. Барнаульская семья организовала антикафе, где можно отдохнуть и пообщаться с енотами. Как появилась такая идея, сложно ли было ее реализовать и что в планах у семьи Ереминах, расскажет Татьяна Голубева. Не очароваться енотами сложно, так и хозяйка заведения Кристина, когда-то посетив с сыном подобное место в Мурманске, решила организовать свое в Барнауле. В доме всегда было много животных, кошки, собаки, попугаи и даже шиншилла. Малыши, буси и ракеты приехали из Подмосковья, трое взрослых енотов из Новосибирска. После тяжелого путешествия четыре месяца ушли на адаптацию животных. Теперь это сплошной позитив и для хозяев, и для гостей. Не было плохих ситуаций, я надеюсь, их не будет, потому что это все равно животное. Енотов мы не пугаем, за ними не бегаем, не хватаем, гладим только в определенных местах, не трогаем голову, потому что енотик может испугаться. Не боимся, когда он подходит и наслаждаемся общением. Родители Кристины дочь поддержали. И теперь пятеро енотов любимчики и для Ольги. Вместе с внуком Мироном она тоже работает в кафе. Благоустраивает помещение, кормит хищников, убирает за ними, играет. Они все действительно разные, каждый по-своему. Жора, допустим, тоже такой брутальный мужчина, прям его уважаешь, охота его гладить. Евочка, она настолько девочка такая, знаете, такая прям утонченная. Она такая прям кошечка, ее охота тоже гладить. Это бусинка, к примеру, бесенок, там с ней играть очень безумно интересно. Они все по-своему разные, всех люблю прям. Старшая троица сейчас в закрытом вольере. Весной у них время любовных игр и настроение переменчивое. Малыши активны и безобидны. С удовольствием брали из рук цукаты и орешки, а вообще едят собачий корм. Моя маленькая мечта – это привезти капибару. То есть очень хочу капибару привезти, да. Ну, это очень сложно сделать, поэтому это даже не в ближайшем будущем. Кафе открылось недавно. Говорить о прибыли рано, но Кристина готова развиваться и воплощать другие свои мечты. Ведь и бизнес организовали больше не ради денег, а для души. Татьяна Голубева, Андрей Печеркин. День с толком. К следующей теме. Гуманитарную помощь жителям России, пострадавшим от паводка, собирают и барнаульцы. Люди присоединяются ко всероссийской акции, однако вместе с тем помогают приюту для животных, где добрые дела тоже нужны всегда. Как прошел фестиваль дарения в городском парке, расскажем в следующем сюжете. Жители Барнаула продолжают измерять границы своей добродетели и совершать добрые дела. В парке Изумрудный сегодня собирают гуманитарную помощь пострадавшим от весеннего паводка в разных регионах России. Ну, мы принесли вещи, пуховички, джинсы, кофточки. То есть какую-то одежду? Да, да, да. Первые необходимости вещи. В этом году у нас наводнений много везде, Аренбургская область, Алтайский край, везде люди пострадали от наводнений. Вот решили помочь. Вас это как-то задело, вашу семью, ваш дом? Нет, нас не задело. Люди многие потеряли все, вот, из-за большого количества воды. И чтобы хотя бы как-то им стало полегче, одежда и другая помощь, я думаю, что это очень важное дело. Большинство благотворителей отдают мешки и скромно покидают парк. Между тем, организаторы подготовили несколько мастер-классов для всех гостей парка. Здесь же делились и ценными для жизни навыками оказания первой помощи. Первый и важнейший – правильно ее попросить. Конкретно обращаемся к одному человеку, мужчинам, в глупой кофте. Позвоните скорую помощь и вызовите. Что мы говорим о скором помощи, когда взываем? Место, где произошло происшествие, количество последовших, состояние, и что мы собираемся делать. На фестивале также собирали корм и вещи для животных из Барнаульского приюта. Помощь нужна всегда абсолютно разная. То есть как бытовая химия для уборки, так и корма. Также можно, то есть пледы, одеяло, подушки. Это все также нам нужно для лежаночек, чтобы котики и песики были в тепле. Мы пишем, что нужны, допустим, какой-то конкретной собачке гипоаллергенный корм. Но в целом мы принимаем любую помощь. То есть все, что нам люди готовы отдать, мы всегда этому рады, потому что животных в приюте большое количество. Сейчас у нас 108 собачек и более 650 котиков. И что бы люди ни принесли, это в любом случае будет использовано. Одной из жительниц приюта вычесывали шерсть на мастер-классе по грумингу. Собаку завели в здание визит-центра, чтобы шерсть не разлеталась по всему парку. И хотя людей в Изумрудном, в принципе, было немного, этот день останется в истории города как день, когда добра в мире стало немного больше. Сейчас, мне кажется, все может помочь. Да. Потому что многие люди потеряли свое жилье, и это на самом деле очень страшно, когда ты в один момент просто просыпаешься и оказываешься на улице. Ну и, как говорится, с мира по нитке. Дарья Ярушина, Владислав Ковалев. День с толком. И к новостям спорта. От юного к старшему. Традиционный турнир по биатлонной эстафеты поколений состоялся в столице региона. Соревнования проходят в Барнауле на биатлонном комплексе уже 10 лет подряд. Как на этот раз отстрелялись и отбегали биатлонисты, расскажет Дмитрий Дроздов. Стар данной эстафеты поколений началась. Главная особенность этого турнира – в нем одномоментно участвуют спортсмены со всего Алтайского края разных возрастов от 9 до 70 лет. Это единственное в России соревнование, где новички выходят на дистанцию плечом к плечу с именитыми биатлонистами. 10 команд и 8 этапов. И от вклада каждого зависит победа команды. Это пример для того, чтобы ребятишки занимались. И это такой вид спорта, которым можно заниматься и когда тебе 65+. И он, еще раз повторяю, полезен для здоровья и с точки зрения подготовки стрелковой прежде всего. Юные спортсмены дистанции пробегают и стреляют из пневматического оружия, а взрослые – на роликах и с малокалиберными винтовками. Эстафета поколений – это не только про спорт, но и про семейные традиции. Спортивный праздник. Второе – это такой удачный сплав молодости и опыта, так как они бегут в эстафете, взрослые и маленькие. Ну и в целом поддержка здорового образа жизни. Мы, Баруський пиваренный завод, поддерживаем спортивные инициативы различных направлений спортивных, особенно биатлона, как олимпийского вида. Как и на всех предыдущих стартах, конкуренция была высокая. Однако быстрее всех к финишу добралась сборная команды Алтайского края. На самом деле, победитель не только лыжин, но на всех этапах. Ребятишки отработали здорово, от малого до великого. Это добавляло нам непредсказуемость к гонке, потому что начало сезона, фактически только начали тренироваться как ребятишки, так и ветераны. Вот на такой дружной спортивной ноте и стартовал новый сезон у наших биатлонистов. Держим путь на золотые медали. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...